Баня Абрамов, ребята! Здрасте, 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 здрасте всем. Вот есть какое-нибудь такое ностальгическое чувство? Эх, сейчас бы в школу вернуться, есть такое? Эх, сейчас бы в школу вернуться, да? Что у вас, ипотека, алименты? Почему вы хотите сбежать из этой реальности? Я просто пошел в девяносто втором году в школу, и я не хочу возвращаться в школу. Потому что я помню, у меня были учителя сплошь жесткой советской закалки, которые обожали проповедовать этот метод кнута и паники, жесткой паники. Помните, я помню, у вас была самая жесткая училка, завучи, естественно. Мы ее называли тиранозавр, потому что, ну, во-первых, злая была, а во-вторых, очки почему-то вот так вот поправляла, кажется, вот так. Я сказал, и не бегать! Я все вижу, думаешь, что я это, шука! Пуговицу возьми, свою, сука, а! Но у нее, слава богу, был антипод, наоборот, очень добрая учительница по черчению. Мы ее обожали, мы ее называли Лариса Гориловна, потому что, когда у нее руки были все в милу, она к тебе подходила за парту и... Молодец тут, да. Я бы даже сказал, умничка, молодец тут, да. Но в основном жесткие учителя советской закалки, помните, у которых мы, ну, боялись делать любую оплошность. У которых, если ты в диктанте, ну, сам догадался, карандашиком аккуратно зачеркнул, сверху написал правильно, ни хрена, все, помарка. Замарал честь гимназии с углубленным детским неврозом, пес ты смердячий, а! Помарка! Помните эти дебильные правила? Две помарки — ошибка, две ошибки — предательство. «Что смерд забыл сменку? Тогда натягивай кожу с коленки на зимние, твою мать, ботинки!» И помните, когда мы жаловались на них нашим родителям, мы говорили, мам, ну, на живое уже, ну, на живое. Ты, я не знал, как по-английски будет «блат», понимаешь, на живое. Что нам говорили родители? Зато со строгими учителями вы будете знать предмет всю жизнь на зубок. А с добренькой вы все забудьте на следующий день, кроме уважения к себе. А я со строгой учительницей во время диктанта иногда забывал, как дышать элементарно. У мной же какой-то вот момент русский язык и литературу, помните, вела училка, у которой были большие проблемы вот у самой с русским языком и литературой. Я помню, у нас была такая в восьмом классе, которая нам говорила, записываем в чаще. Помню, там всегда весь кипиш в чаще происходил у них. Просто отсутствие градостроительства в принципе, как явление. В чаще начался внезапный дождь. Что начался? Переспроси ты, почему? У тебя одного крестика есть. Переспроси, пожалуйста. Я иногда из-за этого напряжения забывал, как пишутся элементарно простые слова. Мне как-то в диктанте, помню, попало слово «опасно». Казалось бы, опасно. Я у двойшника зачем-то спрашиваю, Сереж, опасно или опасно-тно? Он говорит, опасно-тно проверочное слово «опасть». А что... Я извиняюсь, а что такое «опасть»? Ну, «опасть» у «эртолёта». Ну, я помню, самое было ужасное, когда, помните, на следующий день нам зачем-то вслух зачитывались результаты за диктант. И не просто же, но нейтральным монотонным голоском, типа «Паша огибала в тройку, Ксюша цыкнова пятёрка». Нет. Так неинтересно. А? Так не вырабатывается я, блядь. Так неинтересно. Так неинтересно. Да, нет, у нас же, помню, было «Паша огибала в тройку, вот так». Всё, тройка. О, теперь журнал воняет, зараза. А ты посмотри на него. Где, кстати, Паша? Где? Хочу ещё лично взглядом испепелить. Где он? Что, Серёжа, хочешь выйти? Не надо, с риф Пашину тетрадь хуже не будет, знаешь. Что ты вспотел? Что ты вспотел? Открой окошко и прыгай, мать твою! С плюсом он же крестик. Так. Ксюша Цыкунова, пятёрка. Умничка, Ксюша. Умничка. Где? Ксюша, где? Та, которая не дала никому списать и получила пять. Иди ко мне, Ксюша, потому что суки должны держаться вместе. Э, Ксюша. Умничка, блядь. А я думаю, зачем вы устраиваете фестиваль детской зависти? Ну, это же всего лишь оценки, это всего лишь какие-то цифры, как бы сказала Элла Памфилова, а? Чё вы докопались до этих цифр? Ну, почему нейтрально нельзя более говорить, типа, Паша Гибалов, тройка, Пашка, но в следующий раз, что была четвёрка. Так, Ксюша Цыкунова, пятёрка, умничка, вот Ксюша, умничка, но не обольщайся, Ксюша. Сегодня ты нагнула Пашку, на выпускном Пашка нагнёт тебя, да, Пашка? Ну, на самом деле, не так давно я понял, почему многие учителя так подчёркнуто, жёстко общаются с детьми, потому что очень важно вот в работе с детьми, может быть, педагоги знают, ну, себя поставить. Это как лучшая защита нападений. Я просто, ну, лет пять назад сам провёл урок, пришёл в свою гимназию родную, у меня англичанка моя говорит, мне сейчас ночь там отойти, на 15 минут замени меня. Вот я помню, как сейчас этот журнал дала седьмой Б, я помню, седьмой Б, ребята, боль, борьба, бараны, блядь, бешеные, помноженные на семь, там просто, там, причём самое удивительное, ну, по отдельности, дети, абсолютно адекватные люди. Ты говоришь, как дела, Серёжа? Весьма ненастно, маменька захворала. А когда вот эти 30, ну, адекватных индивидов сбиваются в стадо, начинается, скажите, пожалуйста, а правда, что вы комик? Правда, гомик. Я говорю, ребят, комик, гомик, это не смешно для твоих родителей. Я говорю, так, прекратили этот галдёж, а? А сам думаю, я сказал слово «галдёж». Мне что, 67 от меня пахнет мелом и алоэ? Какой галдёж? Ещё немножко, из-за моего рта что, польётся дождь, блядь? Какой галдёж? Галдёж. Короче, мне, народ, честно, вот с этими детьми хватило 6 минут, чтобы вообще ни в чём не винить Майкла Джексона. Вот даже если что-то там у Майкла и было, уверен, дети сами довели Майкла Джексона. Знаете, да, про скандал же с Майклом Джексоном? Да, не против, что я жёстко по актуалу иду? Нормально, успеваете? Просто у меня дальше тема перспективы Чехословакии. Есть? Короче, на детском празднике я недавно был, и там детям поставили песню Майкла Джексона, Билли Джин, и одна из мамаш сердобольно спрашивает. Это вообще нормально, что детям ставят песни Майкла Джексона? И вторая такая, а что такое, милочка? Знаете, которая, я выиграю этот спор 100%, моя дорогая. Я в этой жизни проигрывала только углеводом. Ты знаешь, что меня в кондитерской кобра называют, знаешь? Потому что я при виде эклера делаю... Ну, знаешь? Моя дорогая, она говорит, ну, типа, вообще-то это мой любимый исполнитель. Она говорит, я понимаю, что исполнитель хороший, но вы знаете, что он в своё время к детям приставал. И вторая, гениальная, говорит, он что? Конкретно к этим детям приставал. Он приставал к мелким пиндосам. Потому что Джексон наш. Ра-си! Я бы не удивился. Всё, народ, спасибо большое. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!